Продолжение. Я вот не помню, были ли в прошлом году такие темы именно от презентации Gorilla Collective. Так как я уже рассказал про 3.0, очень масштабное было видео, ну и как презентация, то есть она такая коротенькая, небольшая, маленькая, но очень много достойнейших проектов, в которых я, естественно, добавил свой список желаемого, что и не скажешь о следующей, которая идет у нас 3.5 Gorilla Collective. И, ну, ходить не буду, заговаривать тоже не хочу о том, вот я это уже все повторял, я же говорю, что эти видеоролики нужно было назвать как «Добро пожаловать в мой список желаемого», потому что то, что показали, оно уже давно есть у меня в желаемом, в ожидаемом, скажем так, потому что они все-таки на ранних доступах. Сейчас в фестиваль в Steam идет демок, где можно все это попробовать, поиграть, но я этого не делаю. Нужно ли мне это объяснять? Не, я не буду, наверное, тратить время и свое любимое, да, и тебя, дорогой мой слушатель и смотрящий. Поэтому сделаю это так. Быстренько расскажу о том, что я увидел и что меня заинтересовало. В данном, на данной презентации уже они темп немножко сбавили, то есть говорили о проектов уже, которые, ну, чуть-чуть, вот тут месяц-два, недельку, через день уже выходят. Available now, все дела. Но меня заинтересовали всего лишь 3 вещи, о которых я хотел бы поговорить. И вот первое, это Hell Pie. Вот не зря я вспоминал вот всю вот эту презентацию, как Limbo. Limbo это такое вот, все эти презентации, весь этот фестиваль я вспоминал Limbo и Tombow 2. Но Tombow 2 вот совсем недавно. Limbo это такое грустное, смысловое, мозги напрячь надо, глубокие смыслы увидеть, какие-то параллели для себя выделить. Tombow 2 у нас. Бежим, смеемся, угораем. Яркая графика, сочная, красиво. Свиней вот так над головой берем, кидаем во что-нибудь и убегаем. Ой, как смесь весело и смешно. И вот такой проект сразу же мне дает понять, чего я жду от него. Это Hell Pie. Блин, вот они сразу показывают трейлер и цензуру в кубиками замазывают. То есть зацензурили все, что там видно. Но, пожалуйста, можно перейти в Steam и посмотреть уже без цензуры, что там происходит. Ну, это такое, я не знаю, это если, наверное, краш Бандикута столкнуть с постолом, наверное. И вот получится Hell Pie, потому что мы играем за какую-то непонятную тварь с рожками. Я не знаю сейчас, но, наверное, это будет чертик такой небольшой, у которого на приезде ангелочек, который вечно ноет. Ну, уже не смешно. Я когда увидел, когда из облака огромная рука показывает неприличный жест, с криками, я... Это мое, это круто, это весело, это забавно. Не знаю, что там за подоплека, что там за какой сюжет, что вообще там происходит. Но выглядит очень рыжачно и прикольно. Посмеяться, повеселиться, по платформерам, вот по этим всем, по платформам попрыгать. Потолкать какие-нибудь шары, чтобы там на что-то свалилось. Я думаю, это будет очень увлекательно и здорово. Говорю, вот больше Crash Bandicoot, больше Tomb, больше Diabloid таких вот. И больше Starfield, да, и все, ничего, и еще Forza Motorsport, вот так вот, хоп, заверните. Ничего больше не хочу слышать. Вот, повеселился, поугарал, посмеялся, все, забыл и удалил, все, получил свои эмоции. И на этом все. Вот такой вот, я думаю, что это проект разработчиков игры Hell Pie. Я думаю, это будет так. Вот тут же у нас, вот, Tomb 2 у нас, все, мы закончили с Tomb 2, тут у нас начинается Limbo. Да, ну, не игра Limbo, а именно глубокий сюжет, параллели для себя проводим. Это Endling. Да, мною любимый Shelter возвращается на новые рельсы, да, вступает ногой на новую дорожку. Не знаю, какая она скользкая или нет, но Shelter для меня это скользкая дорожка, потому что, не буду говорить, не буду пересказывать, но ожидание того, из чего я получил, оно немножко срезонировало с моим удовольствием и получением этой концовки, которой я ожидал. В итоге нет, как оказалось. Endling, вот она повесточка, вот он мир, вот он будущее, вот тебя все хотят убить на фоне разбитых каких-то городов, сел, там, не знаю, горы у нас, в пустыне, все, короче, валится, крашится. Везде мусор, мы в этом мусоре, я так понимаю, должны искать пропитание для своих щенят. Все это очень мило выглядит, жалостность, ну, вот, короче, давят на вот эту вот скупую. Слезу, что уж там говорить, прикольно выглядит, очень заразительно, очень мне все нравится, единственное, что, я так понимаю, что это сюжет у нас, да, идет. Будет ли он долгий, да, и не надоест ли вот это все наблюдать, вот эту жалость, вот этого выдавливания слезы, оно вот нужно или не нужно. Ну, наверное, под настроение оно зайдет, но выглядит все конфетка, выглядит все классно, слову нет. Заботиться о потомстве, смотреть на то, что происходит вокруг, следить за тем, чтобы мусор не бросали на пол, на землю и так далее. Есть для этого урны и все в этом роде. Вот, пожалуйста, до чего приведет. Вот посмотрите на задники эндлинга. Так что нужно беречь свою природу. Мать ее. Поэтому, поэтому, следующая игра, вот, она, еще раз говорю, вот, как я помню, на PC Gamer говорил про Half-Life Alyx. Левитейшн, да, ничего не могу найти никакой информации, что это такое вообще. Да, есть только видеоролики, и на этом все. Варварион, о которой я хотел бы вот рассказать, да, вот, небольшие свои вот мысли. Классно играется, слэшер, я так понимаю, с крутымишими, с крутейшими, просто с крутейшими героями. Не стесняясь, которые ходят в набедренных повязках, в боевых лифчиках, крутятся, вертятся, бьют какую-то нечисть непонятную. Выглядит все, играется, но я думаю, что очень вкусно. Ну, ничего не известно. С теми нет, возможно, на каких-то формах. Туда я лезть не хочу, у них там все на этом лунном языке написано. Переводить я это тоже не буду, потому что там как переведешь, блин, думаешь нафиг, вообще за что я взялся, не хочу вообще это читать, блин. А вот выглядит все красиво, выглядит все, не пойму почему там какой-то релиз, будет у них этот релиз, не будет. Но в R-Varion еще на стадии, вот, скажем так, показав того, что это будет, я уже давно хотел, но не знал, как это добавить в свой список желаемого. Но не то, чтобы это на слуху игра была, тут показали, уже более, тогда какие-то там показывали героев, то, как они выглядят, какие они будут. Они очень все брутальные, пафосные, ну, гротеск просто прет. Плюс еще такой геймплей. Очень интересная камера со спины, и она динамичная, то есть в определенных моментах он переключается на такой вот крупный план, там, где орг в полном контакте, бьет кого-то, да, снизу. Или, например, на каком-нибудь женщину-кошку, мяу, она там прыгает с разворота, кого-то бьет с ноги, это все тоже увеличивается, ну, как кадр такой, кинематографическая такая вот панелька идет, прям вот на то вот место, куда вот мы ногой-то и приложились. Здорово все это выглядит, но ничего не понятно. Но вот я это видео записываю, я для себя сделаю такую пометочку, во всяком случае зайду и пересмотрю, что же я там наговорил про все это. И, возможно, в будущем обязательно в это поиграю, потому что это все очень красиво смотрится. Вот такая вот презентация была от Gorilla Collective 3.5. Не знаю, будет ли у них 4.0, я вот не помню, в прошлом году они такое вытворяли или нет. Пост такой вот, тут они взяли все самое крупное и прикольное, показали, а 3.5 более такое трейлеровое, более геймплейное, ничем не заразительное. Ну вот, говорю же, для себя выделяешь что-то и вот доносишь в данном видео. Ну а мне после всего увиденного, рассказанного только и остается, что верить, надеяться и ждать. Субтитры сделал DimaTorzok